Шевроле Круз В популярности модели должна способствовать огромная эмблема Шевроле, словно прикрывающая корейское происхождение модели. Однако это не повод для насмешек, тем более что Круз создавала международная команда. Такова модельная политика корпорации General Motors, которая владеет этой и другими марками. Кстати, параллельно с Крузом на рынке появилась еще одна модель, построенная на той же платформе. Это новый Opel Astra. В России Круз предлагается в комплектациях трех уровней. Кроме того, покупатель может выбрать механическую или автоматическую трансмиссию, мотор 1.6 или 1.8 литра. У нас на тесте топовая комплектация ЛТ с мотором 1.8 на ручке. Такой силовой агрегат дает наилучшую разгонную динамику среди модификаций Круз. 10 секунд до сотни. Уже открыв водительскую дверь, понимаешь, что перед тобой хорошо оснащенный автомобиль. Даже надписи Chevrolet на порогах светятся голубым. Тот же оттенок имеет подсветка приборов и центральной консоли. Передняя панель сделана из жесткого пластика, но отделана тканью. Той же, что использована в обивке сидений и дверей. Это оригинальное решение добавляет уюта технологичному интерьеру машины. Руль регулируется в двух плоскостях, а водительское кресло можно настроить по высоте. Это значит, что за рулем будет комфортно не только среднестатистическому мужчине. Рычаг коробки передач расположен на близком расстоянии. Переключать скорости вполне удобно, хотя особой четкостью рукоятка похвастаться не может. В машине много места для мелочевки. Помимо традиционного бардачка и карманов в дверях, куда влезает полуторалитровая бутылка, есть небольшая полочка спереди, слева от руля, очешник и вот такой вот небольшой подлокотник. Он, правда, совсем невелик, и если положить на него руку, до руля не дотянуться. Некоторые бьются об него локтем при включении второй или четвертой передачи. Наша машина оборудована полным электропакетом. Стеклоподъемники во всех дверях, регулировка зеркал, подогрев передних сидений. Также есть автоматика включения света и дворников, CD-чейнджер, автозатемнение внутри салонного зеркала. Базовая комплектация таким ассортиментом похвастать не может. Она включает передние стеклоподъемники, 4 подушки безопасности и АБС. Задний диван достаточно просторен для машины этого класса. Здесь есть подлокотник и 12-ти вольтная розетка. Место посредине традиционно наименее удобное. Не хватает воздуховодов, которые бы помогли быстрее согреть заднюю часть салона. В результате зимой у сидящих сзади мерзнут ноги. Кроме того, на галерке изрядно трясет. При проезде лежачих полицейских пассажиров слегка подбрасывают. Багажник приличного размера, хотя сам проем узковат, с погрузкой крупногабаритных предметов могут возникнуть сложности. На полу практичный резиновый коврик, а под ним полноценное запасное колесо. Увы, у багажника нет ручки, чтобы закрыть его. Вместо нее вот такая вот система для открывания багажника изнутри. В целом интерьер заслуживает самой лесной оценки. Качество материалов, эргономика, дизайн находятся на нетипично высоком уровне для недорогой машины гольф-класса. Круз обладает приличной обзорностью вперед и по сторонам. Сложнее почувствовать габариты машины, особенно корму. Ее не видно во внешние зеркала. Окрепление внутри салонного зеркала порой закрывает от водителя сигнал светофора. Мотор 1.8 выдает 141 силу. Однако больших достижений в динамике ждать не стоит. Мотор слабовато тянет на низких оборотах. Эффективное ускорение происходит в диапазоне около 3-5 тысяч оборотов. Когда стрелка тахометра подползает к 6 тысячам, разгон уступает место шуму. При излишней скорости в поворотах Круз скользит передними колесами наружу. Но стоит убрать ногу с газа, и машина послушно возвращается на заданную рулем траекторию. В дорогих версиях устанавливается система динамической стабилизации ESP. При езде на шипованной резине в салон проникает много шума от колес. Машина стабильно тормозит. Спасибо дисковым тормозам на всех четырех колесах. Кстати, на тестовой машине они поскрипывали. Цена на Круз начинается с 540 тысяч, что примерно на 40 тысяч дороже седана Лачетти. Тестовая машина стоит 728 тысяч. Круз – это мужской автомобиль. У него есть свои недостатки, но благодаря современному дизайну и хорошему оснащению он наверняка будет пользоваться спросом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова